приветствую друзья с вами канал про такси и сегодня мы поговорим о перевозке детей в такси без сопровождения взрослых но перед тем как мы начнем в который раз напомню что youtube в россии на грани блокировки поэтому приглашаю всех вас подписаться на мой канал в telegram где теперь также публикуются новые ролики ссылка у него будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии а еще я приглашаю вас в мою группу в telegram где в отличие от канала эти самые ролики мы можем с вами обсудить лично вы можете пообщаться друг с другом или со мной а также поделиться проблемами оперативно попросить помощи от коллег или совета а еще именно там на днях возник уже в который раз спор обязан ли водитель такси возить ребенка без сопровождения взрослых или он имеет право отказать в перевозке ну и вообще какими законами такая перевозка регламентируется да кстати в чате присутствует техподдержка парков космос и атлант в лице диспетчера олега контакты парка также будут в описании к этому видео если хотите за свою комиссию получать качественную техподдержку 24 на 7 то подключайтесь итак проблема перевозки детей стоит довольно остро многие водители банально опасаются возить детей без родителей поскольку это дополнительная ответственность ну и вообще опасно в наше время стоит ребенку пожаловаться родителям что дядя косо на него глядел или пытался потрогать за коленку и добро пожаловать в лагеря один фитнес тренер не даст соврать разумеется таких перевозок водители стараются открещиваться некоторые даже говорят что ребенка в такси вообще незаконно перевозить без взрослых так ли это на самом деле давайте законы поштудируем и так гражданский кодекс рф пункте 2 статьи 28 допускает самостоятельное заключение малолетними от 6 до 14 лет мелких бытовых сделок ну а также сделок по распоряжению средствами предоставленными законным представителям например родителям или согласие последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения кроме того никак вообще не ограничены сделки совершенные самим законным представителем за ребенка и вот его имени пункт 1 статьи 28 гражданского кодекса рф но это когда взрослый заказывает такси для ребенка устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта а это ни много ни мало федеральный закон от 8 ноября 2007 года номер 259 фз опять же никак не ограничивает заключение и исполнение договора перевозки непосредственно с детьми там есть статья 21 посвященная перевозке детей следующих вместе с пассажиром но в ней нет никаких ограничений а только предусмотрено право пассажира на бесплатный или льготный провоз детей в зависимости от их количество возраста и возможности перевозки без предоставления отдельных мест что не имеет никакого отношения к самостоятельной поездки ребенка есть еще правило перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом они утверждены постановлением правительства российской федерации от 1 октября 2020 года за номером 1586 пункт 61 предусматривает только необходимость подтверждения возраста ребенка в случае перевозки детей следующих вместе с пассажиром это тоже касается приобретения льготного билета или бесплатного проезда и никак не ограничивает заключение и исполнение договора перевозки непосредственно с ребенком а глава 4 данных правил относящийся к перевозкам пассажиров и багажа легковым такси и вовсе не содержит ни малейшего упоминания о детях но других федеральных правовых актов регулирующих проезд малолетних автотранспортом не существует впрочем можно обратиться к опыту смежных отраслей благо есть и другие виды транспорта посмотрим что же там например в поездах пригородного сообщения то есть в электричках самостоятельно могут ездить дети начиная с 7 лет пункт 34 правил утвержденных приказом минтранса россии от 19 декабря 2013 года за номером 473 также в поездах дальнего следования дети могут ездить сами по достижении 10 лет за исключением опять же случаев проезда учащихся пользующихся железнодорожным транспортом для посещения например школы пункт 29 правил утвержденных постановлением правительства рф от 27 мая 2021 года номер 810 разрешает ездить школу на поездах даже первоклашка самолетом допускается перевозка детей старше 12 лет без сопровождения взрослых пункт 104 федеральных авиационных правил утвержденных приказом минтранса россии от 28 0 что 2007 под номером 82 морским транспортом самостоятельно дети могут пользоваться начиная с 14 лет так гласят пункты 14 15 правил утвержденных приказом минтранса россии от 17 0 что 2015 номер 190 таким образом ребенок имеет право на самостоятельное заключение и исполнение договора перевозки практически любым видом транспорта отличается только возраст даже в электричках и поездах они могут ездить самостоятельно с 7 лет а в такси и вовсе с 6 давайте подытожим никаких законных оснований отказать исполнять договор перевозки ребенка старше 6 лет без родителей у водителя такси нет но мы говорим об уже заключенном договоре перевозки пассажира его надо исполнять а с какого момента договор считается заключенным вот тут есть одна тонкость точного ответа нет по логике вещей на мой взгляд договор заключается в момент нажатия кнопки в пути если вы отмените заказ не нажимая в пути то пассажиру система назначит новый автомобиль а в пассажирском приложении а вас не останется никаких записей стало быть вас привлечь к ответственности никто не сможет мало того ваша совесть будет абсолютно чиста вы не отказались исполнять договор вы отказались его заключать а вот на это уже есть законные основания ну хотя бы например отсутствие детского удерживающего устройства впрочем вы можете и не придумывать никаких причин поскольку вместо вас напоминаю пассажира уже указан следующий водитель и ничего вам за это не будет на этом у меня все до встречи